Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа. Регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. На Бугасскую косу въезд запрещен. Отдых туристам с земли муниципалитету. Краевые власти поддержали главу Анапы в вопросе закрепления Бугасской косы за администрацией. Эти знания могу применить в школе вместе с своими педагогами, в кругу своих друзей. Первые среди лучших. Собственные проекты на городском уровне будут предлагать школьные активисты, которые прошли специальные курсы. Можно подчеркнуть обработку почвы, приемы обработки почвы. Те руки, что держали в поле плуг. В Анапском музее открылась выставка древнегреческих сельскохозяйственных инструментов. И в начале о погоде. По данным главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сегодня и завтра сохраняется угроза ливневых дождей с грозой, градом, а также усилением ветра до 25 метров в секунду. Возможен подъем уровня воды в реках. На дакватории Черного моря есть опасность формирования смерчей. Прогнозы синоптиков неутешительные. Грозовой фронт задержится на Кубани в ближайшую неделю точно. Поэтому Управление гражданской обороны и защита населения просит анапчан быть предельно осторожными при передвижении на автомобильном транспорте, не оставлять открытыми окна, убрать с незастекленных балконов незакрепленные предметы. И следите за подробными прогнозами погоды. Обильные осадки, выпавшие в Анапе за последние сутки, стали причиной подтопления одного из дворов на улице Северная. Жители дома обратились в городскую администрацию за помощью. Воду откачали, однако проблему нужно решать фундаментально, причем в прямом смысле. Дело в том, что этот дом стоит в самой низине. Он построен еще в середине прошлого века. Дождевые воды, стекающие по ливневой системе, из-за плотной застройки, концентрируются именно на этом, самом низком участке. Ливневка просто не справляется с потоком. В дополнение к ней городские службы проложили здесь еще одну дренажную трубу. Но и это кардинально проблему не решило. При сильном дожде, когда в речке Анапке поднимается уровень воды, идущим потоком просто некуда деваться. Кроме того, бывают забитые дренажные каналы на соседних участках. Где мы были, мы прекрасно видели эти выпускные трубы ливневые. С одной стороны, она чистая, да, проходит. И мы когда подошли, именно в плавне, то что выходит труба, тоже она чистая. Как бы и те собственники домовладения, которые в красном углу говорят, что их топят, тоже подошли, увидели, что там все проходит, все чисто. Каждый собственник должен следить за своей прилегающей территорией. Есть где арки, это хозяйственным способом, то, что сделано, надо все равно их как-то чистить, периодически их чистить. Вот мы увидели, да, что он там немного заросший, но мы все равно пошлем этим строй, они почистят, выровняют там. Чтобы кардинально решить проблему подтопления этого двора, собственнику необходимо поднимать фундамент строения. Выходом может стать и замена забора на бетонный, чтобы он стал заслоном от большой воды. И к другим новостям. Краевые власти намерены передать землю в районе въезда на Бугасскую косу в ведении муниципалитета. Об этом говорилось на специальном селекторном совещании под председательством губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Глава региона поручил разработать единые правила отдыха на побережье в охраняемых природных территориях. Тема актуальна для всего Кубанского приморья. В Анапе это Бугасская коса. Сегодня здесь особо охраняемая природная территория. Пешком пройти можно, но автомобильное движение по ней закрыто. Однако ходят слухи, что за 200 рублей туда можно проехать. Глава города-курорта Юрий Поляков категорически это опроверг. У нас главная задача была запретить въезд на Бугасскую косу. Сегодня на Бугасскую косу въезда нет. От самого Суворова-Черкеска стоят баннеры. Баннеры большие. К сожалению, не все фотографии там показаны, что на Бугасскую косу въезд запрещен. Сегодня этот шлагбаум убрали вниз. И оплата взимается за парковки. Въезда на Бугасскую косу нет. Сегодня перед въездом на косу действуют три перехватывающие парковки. Дальше любители дикого отдыха и водных видов спорта могут отправиться на трансфере. Стоимость проезда 50 рублей. Информацию подтвердил краевой министр курортов и туризма Христофор Константиниди. Там действительно взимаются деньги за парковку. Да, это не идеальное решение временное. Но в прошлом году, когда было открыто... За парковку где? За парковку перед въездом на Бугасскую косу. Перешла к городу. Там сегодня хотя бы создано твердое покрытие, потому что на печальнике запрещена стоянка. Для этого человек, который... Но в прошлом счете не хочет платить, он не может оставить машину? Где угодно? Может. Он может выше оставить, пройти пешком. Но мы договаривались, что на саму Бугасскую косу проезда быть не должен. Потому что там в прошлом году порядка 200 гамазов пусора вывозили. Есть проезд на косу или нет? Вчера мы проверяли, не было проезда. Вместе с тем и в Краснодаре, и в Анапе констатировали, что небольшой поток автомобилей все-таки проходит через второй шлагбаум, ведущий уже на косу. В начале 2000-х там начали появляться жилые дома и пансионаты без разрешения муниципалитета. Они узаконены по решению судов. И как давно они узаконены? В 2009 году. На краевом уровне признают, все сроки исковой давности прошли. Въезд на Бугасскую косу полностью закрыли сравнительно недавно, пока владельцев этих объектов никак не ограничивали. Губернатор поручил досконально разобраться в этом вопросе. От парковок и второго шлагбаума до недвижимости порядка 500 метров. При этом наглухо проезд также закрывать нельзя. Он может понадобиться пожарным, медикам или спасателям. Должен быть общий подход к таким территориям. Должен быть один общий алгоритм. Как поступать, как действовать. Это зона ответственности министра курортов, который должен дать нам четкий алгоритм режима и проезда, или отсутствия такового на особо охраняемой природной территории. Пока применительно Канапе на краевом уровне предлагают передать муниципалитету в безвозмездное и бессрочное пользование 2 гектара земли. Фактически те, где сейчас располагаются стоянки и шлагбаумы. Вероятнее всего, чтобы стратегическая точка перестала возбуждать интерес у частного бизнеса. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Оформление пляжей Анапа отметили на краевом уровне. На Кубани сформировали реестр образцовых пляжей, оформленных в едином стиле с использованием зонтичного бренда «Курорты Краснодарского края». Всего в списке 27 пляжных территорий, в их числе и Анапские прибрежные зоны отдыха. Внедрять практику стандартов оформления активно начали в этом году. Краевые власти намерены расширить список курортов с узнаваемыми пляжами. Их должно стать больше уже в этом сезоне. Кроме того, к единому брендингу приводят экскурсионное бюро и бюро по размещению отдыхающих. Анапские пляжи сегодня соответствуют не только краевым стандартам оформления, но и необходимым правилам благоустройства. Стало больше теневых навесов, раздевалок, урн. К морю проложены деревянные настилы. Сформирована доступная среда. В этом сезоне команде главы города удалось освободить пляж от стихийной торговли. Количество павильонов сократилось более чем в два раза. А те, что есть, также выдержаны в едином стиле. На улицу Рождественская зашла большая техника. Там приступили к капитальному ремонту дорожного платна. Сейчас идут подготовительные работы. На площадку завезли более 150 кубометров щебня для выравнивания слоя. Если позволит погода, к асфальтированию приступят уже в конце этой недели. Всего здесь планируется уложить порядка полутора тысяч квадратных метров асфальта. По новому полотну автомобили смогут проехать уже в начале августа. В школе номер 6 завершила свою работу смена лидеров. В течение 19 дней школьники общеобразовательных учреждений вырабатывали лидерские качества, учились управлять коллективом и реализовывали авторские проекты. Сегодня ребята показали все, чему научились за эти почти три недели. Участники смены лидеров сегодня сдают своеобразный внеурочный экзамен. Им предстоит показать все, чему научились за это время. Каждый из них смог не только проявить себя, но и научиться работать в команде. Итоги большой работы подводят не только школьники, но и педагоги. Мы добились своих поставленных целей, своих поставленных задач. Наши ожидаемые результаты оправдались. Детям очень нравится, дети готовы, дети хотят идти вперед. Мы уже обсудили планы на будущее, что этот проект будет целый год. И в Республике детства, и в городском штабе лидер. Данный проект осуществляться, свою деятельность будет весь год, на протяжении всего года. Во время смены школьники занимались сразу по четырем направлениям, где каждый мог найти себя. Гражданская активность, военно-патриотическое воспитание, информационно-медийное направление и личностное развитие. Юноши отдавали приоритеты военной тематике, а девушки пробовали себя в роли фотографов и журналистов. Самое первое наше задание – это была наша стенгазета. Здесь мы прописали самые главные новости российского движения школьников. Еще у нас мы провели соцопрос, где мы опросили ребят на вопрос, хотите ли вы стать лидером. И 91% сказали да, и всего лишь 9% сказали, что они не хотят стать лидером. Это только первая ступень школы лидера. Теперь они автоматически переходят в распоряжение городского штаба лидер. Вчерашние участники проекта стали его реализаторами. В своих школах они будут помогать в организации различных мероприятий, в том числе и городских. Дало значительно большие знания. Эти знания могу применить в школе, вместе с своими педагогами, в кругу своих друзей. Могу обменяться опытом с ними в дальнейшей их работе и на протяжении всей жизни. Мне эта смена очень понравилась. Она, конечно же, нужна, потому что дети развиваются. Это развитие очень нужно всем детям. Они в первую очередь учатся разговаривать. Команда сплочения у них получается очень хорошо. И дети достаточно таки очень хорошо развиваются. В будущем, я думаю, это им понадобится. В завершение мероприятия организаторы подвели окончательные итоги смены и вручили юным лидерам официальные сертификаты об окончании курса обучения. В археологическом музее Горгипи открылась новая фондовая выставка, посвященная древнегреческим сельскохозяйственным инструментам. 16 экспонатов, найденных на территории района, некогда использовались греками в быту. Почва Краснодарского края была плодородной во все времена. Здесь древние греки растили пшеницу, ячмени и занимались виноградарством. Так выглядит древнегреческая зернотерка. С ее помощью хозяйки добывали муку для приготовления хлеба. Чтобы испечь одну буханку, требовалось несколько часов вручную перетирать пшеницу. Такая зернотерка имеет нижнее основание и вот такой вот терочник круглый клали пшеницу, клали зерно, любое, в принципе, зерно, и вводя сверху этим терочником, растирали. Эти экспонаты датированы вторым веком до нашей эры. Весь сельскохозяйственный комплекс был найден на раскопе древнегреческой усадьбы в хуторе Рассвет. По словам археологов, в то время древнегреческим плугом было специальное приспособление – рало, детали которого можно увидеть на стенде. Оно имело деревянную основу и металлический наконечник. В рало запрягали скот, чтобы вспахивать почву. Непримечательные на первый взгляд металлические фрагменты имеют большую ценность для историков. Ну, развитие технологии можно подчеркнуть, да, можно подчеркнуть состав самого предмета, да, то есть развитие металлургии можно подчеркнуть, можно подчеркнуть обработку почвы, да, приемы обработки почвы, можно говорить о тех растениях, которые вырастут. То есть, если виноградный, явно лоза растут, да, если пропашные, значит, зерновое земледелие какое-то. И многие другие вещи, связанные с экономикой, связанные с тем, как человек жил в то время, и создают свой штрих в общую картину создания мира античного времени. Серпы для сбора урожая, виноградарские ножи, древнегреческие монеты и сосуды – все это можно увидеть на выставке до октября. Тематические фондовые экспозиции стали здесь традиционными. Музей Горгипе уже рассказывал своим посетителям о древних рыболовных снастях и глиняных светильниках. Есть планы и на следующие экспозиции, одну из которых составят терракотовые статуэтки. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров, отдельный кардиозал, женский зал, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент для женщин всего от 800 рублей. «Витязь» Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова